Преодолев более 6 тысяч километров по Марокко, Мавритании и Сенегалу, участники ралли Африка Эко-рейс прибыли в конечную точку маршрута город Дакар. При этом до финиша традиционно добрались далеко не все. Приятно, что экипажи из России не просто прибыли в столицу Сенегала в полном составе, но и отметились отличными результатами и заслуженными трофеями. В зачете автомобилей лучший результат среди россиян показал дуэт Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Форде, который взял бронзу в генеральной классификации. Долгое время наши соотечественники удерживали вторую строчку протокола, но в итоге уступили французам Патрику Мартину на Мерседесе и Иву Фрамону на баге. Вдобавок Титов и Павлов получили трофей за первое место в категории Т2. Вторыми в этой же категории стали Андрей Сушенцов и Игорь Петенко. Кроме того, коллектив под руководством Андрея Сушенцова получил кубок за первое место в зачете Т2-2, где соревнуются дизельные внедорожники. Грузовой подиум разделили два венгерских экипажа на Сканиях под управлением Микла Шаковича и Кароля Фазикаша. Третьим стал Томаш Томчик на Татре. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Чех выступает сольно, то есть без штурмана и механика. Российская команда «Газрейдспорт» финишировала в полном составе. Болеслав Левицкий и Станислав Долгов стали десятыми, а Алексей Хлебов и Александр Лагута – двенадцатыми. Кроме того, «Газон-Некст» под управлением Болеслава Левицкого получил трофей за первое место в классе грузовиков с объемом двигателя менее 10 литров. Субтитры создавал DimaTorzok